И снова здрасте друзья, с вами по-прежнему я или СуперДизет и вы смотрите восьмой выпуск Gran Turismo Sport Gameplay Series. Сегодня у нас будет такой обзорный выпуск, который мы посвящаем в моей второй победе. Как говорится о моей второй победе, замолвите слово. Сегодня мы посвящаем этот выпуск победой, второй победой вот на этой трассе в Интерлагасе в Бразилии. Управились мы за 8 минут 9,531. Мы вам все это покажем, а пока небольшое интро об этой трассе. Итак, интро о трассе мы вам представили и самое время перейти к нашему повтору гонки в Интерлагасе, а именно ежедневной онлайн гонке, в которой я одержал свою вторую победу. Очень волнующий момент. И вот, пожалуйста, вот где я стою, на второй позиции. И вот старт прогрева резины. Он коротенький здесь. Пусть он, по крайней мере, короткий. И по трехсекундному отсчету мы можем ехать. Все, пожалуйста. Уже начинается борьба за лидерство. Правда, несколько мы промерили вот здесь с тем, что у нас старт не очень хороший нам выдался, но нужно бороться дальше. Сзади практически никого не видно. Вот ошибка испанца. Давайте смотреть вот здесь. И я тут же выхожу в лидеры. В лидеры этой гонки. Тут, собственно, все складывается к тому, что лидерство не будет потеряно. Кстати, давайте мы посмотрим сведения о гонке, покажем все сведения. Вот обратите внимание, как наша BMW Valking Horse Motorsport M6 лидировала в нашей гонке. Вот здесь, конечно, стоял вопрос о дистанции. Дистанция 5 кюргов для второй ежедневной гонки это, конечно, очень хорошая дистанция, которую я, кстати, и прошел. Еще вне нашего выпуска, обзорного выпуска, который я хотел вам показать, как я одержал второй победы. Вот лучший круг 1.49, но это медленный, очень медленный круг. Кстати, на следующей попытке мы должны улучшиться. вот 4.6 улучшение на непосредственно в первом секторе. Дальше вот второй сектор, он немножко скоростной, но тут должна быть работа газом и тормозом вот в некоторых местах. Вот, к примеру, вот здесь. И вот здесь коротенький разгон к следующему Херпину, а вы видите это сейчас. И дальше скоростной левый излом. 3.4 десяток секунды на втором секторе. И вот, пожалуйста, стартовая прямая, вот, она сейчас будет после Субтитуду-бокса с Эн Аркви и Аркви Банкадос. Таких, вот таких названий поворотов, которые олицетворяют трассу Интерлагас. 1.37.3 Именно этот лучший круг позволил нам хотя бы приблизиться на 3 с лишним секунды. А то и на 2. Вот наш пилот. Кстати, давайте мы обратим еще внимание на других пилотов. Вот два пилота Порше, француз и немец. Один улучшается. Другой ОСИ ставит улучшение относительно себя. А вот здесь произошла какая-то авария. Правда, кто-то сбил табличку. А что касается нас, то там, как вы видите, пилот продолжает наращивать темп. именно это наращивание темпа позволяет приблизиться чуть быстрее к нашим временам, которые мы показывали ранее. вот очередной сектор 735-тысячных. Очень плавный вход с работой рулем в Жунцао. И вот последний третий круг выводит нас на очередное улучшение на 37,3 секундах. Потому что соперники, как вы понимаете, недостались очень легкие соперники. Очень легкие. Ну, как мы видим, такого, увы, не происходит всегда, но это бывает редко. Это редко бывает. Почему? Потому что когда в онлайн-гонке действительно тебе посложнее соперников, ты можешь их обыгрывать. обыгрывать причем с помощью тактических своих действий. То есть как атаковать, как контратаковать на обгонах и так далее. Это все зависит от твоего скилла. Очередной вход в Херпин, затем еще один Херпин, коротенький разгон к правому Херпину, вот вы его видите. Кстати говоря, скажу вам, что вот это место, которое сейчас промелькнуло на ваших экранах, это место для среза вот этого правого Херпина. Но срезает его не каждый. Пять десятых секунды на следующем секторе. И давайте смотреть, чем закончится этот круг. смотрим на табло по времени. Одна 35,8 и это последний круг для нашего пилота. Наш пилот отправляется на свой последний круг. Давайте смотреть его вместе с нами. Вот вы видите этот борт с крыши болида. Но 95-ичник не позволяет нам улучшиться. Мы здесь бросили скорость в месте, где находится поворот Тешито-Дулагу. Мы еще как бы уточним название поворота, но тем не менее посмотрим последний круг. Резина изношена. Она протирается по ходу последнего круга. Простите. Кстати, два пилота Порше уже на втором и третьем месте. Но они по всему не догонят. мою машину BMW M6 Паркен Хорс Мотор Спорт GT3. Вот пожалуйста. Пожалуйста. Не связывается к тому, что наш пилот побеждает в сегодняшней гонке. следом за ним еще один пилот Порше. А это уже пилот на Volkswagen Beetle. Вот пилот на Порше третий и следующий на Ниссане на Финдае становится уже пятым. Шестым становится пилот Порше. Это включая штрафы. Седьмым уже девятым становится испанец, седьмым восьмым уже итальянец и француз. Поляк девятый. Ну и собственно все. Собственно это и весь повтор. И вот пожалуйста ошибка в игре Grand Tourism Sport. Вот пожалуйста. Только я хотел праздновать и вот пожалуйста. Сразу же игра закончилась. Ну в общем ладно. Итак дорогие мои вы посмотрели обзорный выпуск восьмой выпуск Grand Tourism Sport причем второй обзорный выпуск за сегодняшний день. А с вами был Супер Дизет спасибо всем что смотрели наш выпуск Grand Tourism Sport Gameplay Series любите гонки так же как люблю я и соответственно пока. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова